Друзья, снова всем привет! Поводом записи видео про Vodafone послужила вот такая вот ситуация. Значит, вчера пополнил счет на номере Vodafone и мне пришло сообщение о том, что ваш счет пополнен, все окей. И сразу же приходит сообщение о том, что с вашего счета списано 2 гривны 50 копеек за использование услуги деньги на заказ. Осталось списать еще 18 гривен. Спасибо, что остаетесь на связи. Ребята, я эту услугу не заказывал, поэтому будьте внимательны, когда поступают вам вот такие вот сообщения. Сейчас я буду звонить оператору Vodafone и разбираться. Разбираться, спрашивать у оператора, почему вот такая вот ситуация сложилась и почему деньги списались без моего ведома. Итак, как вы видите, на экране номер 111. Для очекования объединения с оператором в порядке шарги написайте один або залишайтесь на линии. Меня зовут Володимир. Чем могу вам допомогти? Володимир, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вчера пополнил счет на этом номере и потом мне пришла смс о том, что деньги на заказ были какие-то включены и с меня списалось 2 гривны 50 копеек, но эту услугу не включал. Так, хорошо, сейчас и посмотрю. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Очень приятно. Деньги на заказ вы взяли 9 января 2018 я не заказывал эту услугу. Я вас понимаю, но возможно вы забыли, услуга была заказана с помощью отправки смс-сообщения. А на какой номер сообщение отправляется? Вы мне подскажете? На 5010. 5010? Ну вот честно, Владимир, ну вот не заказывал эту услугу, не отправлял. Ну вот, ну а как быть? Как быть? Как вообще, как действовать? То есть зайти, может, в мой водофон и посмотреть, была ли заказана услуга или как это? Проверить. Ну она заказана у вас была еще в 2018 году. Я, к сожалению, даже не смогу сказать точную сумму, которую нужно вернуть. Вот я вижу, что вы вернули 250 гривен, а до 2018 года я даже не знаю, сколько вам вернуть нужно. То есть максимум 22 гривны. Минус вот эти 250 это 20 гривен 50 копеек. Да. Но дело в том, что получается, я в том году тоже пополнял и в позапрошлом мне не списывались деньги, а вот в этом году почему-то обнаружилась эта услуга. Она давно бы уже списалась. Давайте я посмотрю, каким образом вы пополняли до этого счет и посмотрим, почему не списывались. Спасибо, спасибо. Так, ну, 30 июня вы пополняли еще на 5 гривен. Ну да. И тогда действительно не списалась данная услуга. Хорошо, ожидайте на линии, я посмотрю, что можно делать на этой ситуации. Спасибо за ожидание. Я проверил информацию начиная с 2018 года, она загрузилась, соответственно, я вижу, что вы пополняли действительно за это время несколько раз по 5 гривен. И в некоторых случаях, когда вы пополняли деньги, снимались вот эти 2,5-2,5 суммы, а в некоторых случаях не снималась. Скорее всего, это какие-то особенности работы данной услуги еще в то время, когда был 2018 год. К сожалению, посмотреть, как она работает, я сейчас уже не смогу. То, что я вижу на данный момент, это то, что вы отдали с этой услуги на 2,50 и 2,50. То есть отдали 5 гривен за 3 года. Вот. Поэтому вернуть нужно еще 18 гривен. Вот. 18 гривен нужно вернуть. Если вы не хотите возвращать, тогда продолжайте вот так дальше раз в год опять же гривен пополнять. И оно иногда будет сниматься, иногда сниматься не будет. Я так понял. Понятно. Скажите, отключить ее можно вообще эту услугу? Ну, отключить ее нельзя. Она самостоятельно отключается, когда вы возвращаете полночий долг. Все ясно. Спасибо вам за информацию. Да, и вам тогда спасибо за услугу. Все хорошо. До свидания. До свидания. Ребята, значит, вот такая вот ситуация. Значит, как вы слышали, да, оператор сам не может сообщить, что же произошло. То есть, за услугу деньги могут не списываться, могут списываться. то есть, как-то так. То есть, я номер поддерживаю в таком состоянии для того, чтобы он был активный. Я каждый год минимальный платеж вношу по 5 гривен для того, чтобы номер не заблокировался, так как он мне нужен для для того, чтобы он был активный для приема смс-сообщений и так далее. Но неважно. Ну, вы только что услышали, что значит, оператор сам точно не может понять, что произошло, почему в один год списываются деньги, а в другой год деньги не списываются. Поэтому будьте внимательны при заказе услуг. Да, я, скорее всего, ее не заказывал, но не помню, что было в 2018 году. Возможно, я как-то случайно заказал, но точно не знаю. Но процентом на 99,9 я уверен, что я ее не заказывал. Она каким-то образом шлепнулась, подключилась автоматически. Ну, вот так вот попал на 18 гривен еще. То есть, мне нужно 18 гривен еще доплатить. Это, в принципе, небольшие деньги. Я Vodafone этот пополню, вот, дабы разрулить ситуацию. Ну, вы имеете в виду. А также есть сейчас приложение Vodafone, которое можно установить на свой смартфон, активировать это приложение по номеру вашего телефона, получить доступ к этому приложению при помощи пароля. Вот. И в этом приложении вы посмотрите обязательно, проконтролируйте все услуги, которые у вас подключены. Возможно, где-то что-то подключено. То, что вы в жизни ни разу не подключали. Поэтому пересмотрите все внимательно и по возможности отключите те услуги, которыми вы не пользуетесь. И за 18 гривен, конечно, разбираться я не буду. Почему? Потому что это смешная сумма, маленькая она. Я ее пополню. Буду думать, что я когда-то ошибочно в 2018 году подключил деньги на заказ. Вот. Пусть будет так. Но вы имейте ввиду, ребят, это для вас такой ролик специально записывать, чтобы вы понимали. Если такая смс вам пришла, то, конечно же, нужно звонить оператору и разбираться. Не молчать, а разбираться. Вот. И желательно, если вы на все 100% знаете, что вы это не делали, то, конечно же, нужно звонить и требовать, чтобы хотя бы эти копеечки вам вернули на ваш счет. У меня такая ситуация была с Водофоном. Еще когда Водофона не было, еще тогда был МТС Украина. Мне, я не помню, короче, произошло списание денег за какие-то звонки в роуминге, которые я осуществлял. Пришлось несколько раз звонить разным операторам. Один оператор сказал, что я осуществлял звонок, второй оператор сказал, что не осуществлял. Ну, в общем, с горем пополам эти деньги мне вернулись обратно на счет. Бывает такое, ребята, не исключен, что произошел какой-то сбой в тогдашнем МТС, а в сегодняшнем Водофоне. Все может быть такое, поэтому, ребята, имейте ввиду вот такая вот ситуация. А в следующем видео про Водофон я вам запишу еще видео, возможно, пригодится, но не пригодится. Можно ли пополнить Водофон с территории России? А также, ребята, по поводу жителей Украины, по поводу Водофона. Значит, вы имеете возможность, вот сейчас появится рекомендация видеоролик, а также в конце видеоролика, когда вы меня дослушаете, появятся прямоугольники, там будет один из видеороликов, который будет называться «Как вывести деньги с Водофона». Очень прикольная фишка в Водофоне, то есть, вы можете насобирать определенную сумму на своей карте, да, ну, к примеру, пополняете, 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 у вас там образовалась какая-то сумма, или кто-то вам перевел денег, да, пополнил счет на большую сумму, вы можете эти деньги просто вывести на свою карточку, на карточку банка на территории Украины, на приват, на какой-то другой банк, ну, в общем, есть такая функция, очень полезная, поэтому, имейте в виду, ребят. А на этом все, вот такая житейская ситуация произошла у меня буквально сутки назад, я о ней вам рассказал, надеюсь, вы меня поняли, напишите свой комментарий, была ли у вас такая ситуация с деньгами на заказ, и как в эту ситуацию разрулили, вернули вам деньги, или таким же образом все закрутило, завертелось, и в итоге меня сейчас сделали виноватым о том, что я когда-то три года назад заказывал эти деньги на заказ, и сейчас я буду выплачивать вот этот долг по чуть-чуть, поэтому, ребят, пишите свои комментарии, на этом все, всем спасибо за просмотр, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на канал, канал по компьютерам на телефонной тематике, у меня есть определенное знание в этой теме, поэтому, подписывайтесь на дворе 21 век, у каждого есть компьютер, телефон, смартфон, планшет, если какие-то вопросы, проблемы возникают, задавайте их в комментариях, либо пишите мою группу ВКонтакте, чем смогу, тем помогу, всем до новых встреч, пока.